всем привет вот так вот я еще никогда не пробовал вести эфир купил мне сын подарок паук в эту машину который держит планшет сейчас я его решил прикрепить тестирую может быть в городе на мобильном интернете будет лучше получаться связь а то у меня что-то из дома на мобильной связи плохо получается да потому что занимаюсь я в основном в подвальном помещении где у меня находится мой спортивный зал и оттуда собственно говоря получается что со временем начинает изображение дергаться то есть первые несколько минут секунд идет нормально все там эфир вот а потом со скорость резко падает на передачу и начинается клаканье и все такое прочее сегодня проходил очередной день моего закрытого семинара касающегося программы келара от новичка это профессионала который я провожу в своем спортивном зале ну происходит это все по записи то есть это ко мне приезжают люди предварительно записи я в индивидуальном порядке провожу персональные тренинги по работе на макеваре и вот сегодня мы проходили тему тембузен эмбузен для макевары это такие линии обображаемые или реальные можно на самом деле нарисовать кстати их вы можете посмотреть моем видео курсе нюансы для макевары там целый урок посвящен или посмотреть на моем канале на ю тубе или на сайте буду blog.ru набрать макевара линии но там бузен вы поймете что это такое там будут фото кстати в группах вконтакте на фейсбуке в одноклассниках есть та же группа макевара моя то есть так называется макевара и там тоже про эти линии м бузен рассказывается есть фото ну вот не показывая это в реалии трудно вообще рассказать но я все-таки постараюсь объяснить это воображаемые линии которые идут под разными с углами макевары одна из этих линий она проходит в сагитальной плоскости то есть через середину байка и мототбойника вертикальной плоскости вот и вы по этой линии становитесь так при прямолинейной технике чтобы эта линия проходила через вашу сагитальную плоскость то есть через ту плоскость которая делит ваше тело на две симметричные части это а базовая линия дамбузен есть также линии которые идут по срезу бойка макевары линии которые идут по направлению к макеваре но они находятся друг от друга на расстоянии ширины плеч вот а также это линии которые идут под углом от макевары под 45 градусов откуда с этих с проекцией этих линий наносится боковые техники самые сильные потому что при таком расположении тела под 45 градусов можно трансформировать поступательные движения тела вперед и сочетать его очень удачно с круговым движением корпуса плеч и бедер и в итоге получается что удар идущий по касательной заходит четко перпендикулярно бойку макевары вот и все получается нормально вот это вот основные базовые линии дамбузен если их от макевары нарисовать то они расходятся веером таким 1 идет через середину макевары 2 по краям макевары 2 по ширине плеч которые то есть это ваши это ширина вашей сам стойки такой как зенку с удачи например да или обычная боевая позиция вот и значит ли не идущий под 45 сам градусов к макеваре вот это я сказал для боковых сомби проекции а также еще и линии которые идут параллельно о плоскости бойка макевары то есть располагаются развернутой из плоскости 180 градусов таким вот образом собственно говоря и вот получается что вот это вот основные базовые линии и знаете как сегодня какая пришла ну то аллегория в голову что эти базовые линии ну с некоторой с натяжкой напоминают гитарную табулатуру или нотный стан но лучше именно табулатуру есть нарисованные 6 струн кто-то играет на гитаре поймет меня что такое табулатура табулатура это вот изображение схематичных гитарных струн а на них показывается да и идет как бы это разметка вот поперечной лады а точками показывается куда надо ставить пальцы чтобы какому ладу прижать какую струну и так аккорды зарисовываются часто и вот собственно говоря интересно то что было мы разбирали перемещение по линиям рамбузен для разных базовых техник на короткой дистанции на длинной дистанции на подходе на отходе и самая важная задача была понять что во время поединка нам нужно быстро попадать в эти стандартные положения не задумываясь над этим нет возникает очень часто вопрос мне тоже говорят а как вот во время поединка же невозможно подгадать такую ситуацию против движется мы движемся и нужно попасть вот в это положение идеально по отношению к макеваре когда мы стационарно работаем на ней принимаем нужную позицию и можем самый сильный удар она научиться делать это сходу при перемещении а вот теперь представьте гитариста в нужное положение на нужных струнах на разном нот удаление по грифу кто играет на гитаре вы задумаетесь вообще думаете про то как вы ставите на аккорды а представьте я сам шередер который иногда набирает сложные сложные какие-то пассажи такие как джимми хендрикс там например да это же просто что-то немыслимое задумывается про то как он левой рукой попадает на пределах определенных струнах такие гитаристы как за речь на макеваре достигаете такого уровня работы что можете работать фристайл если вы наработали классические положения сначала базового на месте то есть от макевары таким образом что можете добиться идеальной техники то вы потом переходите к перемещениям макевар никуда не движется но вы движетесь по направлению к ней сокращайте дистанцию самыми разными способами об этом я сейчас не буду говорить они конкретно стандартизированы вот для того чтобы сократить дистанцию и выйти на долю секунды для нанесения приема в то положение которое было идеальным когда вы работали стоя на месте вот вы учитесь этой технике это сродни тому как работает стрелок который обучается тактической со стрельбе видели наверное не раз и ролики в интернете знаете что такое соревнование по стрельбе тактической то есть это когда человеку дается определенное время для поражения мишени он знает где эти мишени находятся он ему нужно просто максимально быстро пройти по стенду и эти все мишени поразить при этом ему нужно сменить обойму сменить оружие возможно пистолет карабин там взять и так далее все это на время производится здесь в общем то происходит то же самое вам нужно быстро поразить Мишень, которая находится На разном удалении от вас Это удаление вы имитируете сами То есть отходите на макевару на определенную дистанцию И определенной комбинаторикой Шагов влетаете На ту дистанцию, которая нужна Для нанесения максимально сильного приема Со временем вырабатывается Такое чувство дистанции, что вы с любого положения Влетаете В нужное положение Ставя ноги на линиях На том удалении от макевары Как вам это нужно Это напоминает игру в теннис Когда вам делают резанный удар Вы даже не видите шарика Но успеваете подставить ракетку Таким образом, чтобы шарик отскочил На половину стола противника Об этом же тоже не задумывайтесь Со временем, когда это все наработано Все происходит автоматически Вот и выход в эти стандартные положения Происходит автоматически Конечно, движения противника Внесут определенную корректировку В то, что вы Не попадете идеально в это положение Но понимаете Те факторы, которые зависят лично от вас От вас зависит ваше перемещение То есть умение перемещаться на нужную дистанцию А также от вас зависит Каким способом вы это делаете От вас зависит движение вашего тела Если вы здесь нарушений не делаете То корректировок, которые нарушат Дистанцию будет меньше Более того Со временем вы научитесь И если вы можете подходить С любой дистанции на любую дистанцию То вы сможете и догонять Саме противника, который движется От вас То есть пройдя Подготовку стендовую Такую, что вы стреляете по неподвижной мишени Находясь в движении сами Вы обучитесь потом гораздо быстрее попадать И по мишени, которые тоже Это уже гораздо проще Более того, вы сможете наработать Это и на других снарядах Например, на лапах Ваша же задача на макеваре Научиться входить в нужное положение То есть быть в нужное время В нужном месте самому И на самом деле максимально сильный прием Чем более точно и более качественно Вы будете работать сами Вне зависимости от оппонента Мы его над участием выбрасываем Как бы сейчас Тем меньше будет ошибок В вашей технике Когда вы будете работать в реальном кумите Если же вы на это внимание не будете Обращать То ошибок будет Огромное количество И кончится это тем Что вы вообще не будете попадать Понимаете? Делайте как лучше Стремитесь работать Матчно Как уже Но будет само Если вы очень хорошо Сремитесь выходить На идеальные положения То вы в него будете чаще попадать Или положение близкое К нему И в итоге Ваша техника будет максимально Сильной И эффективной Чем если бы вы над этим не работали Потому что Будет хуже Но будет хуже От лучшего А если оно хуже будет Худшего То это будет вообще Как Ну вот собственно Бэмся и шаберемся к музыке Музыка будет на киваре Тут Перещание приобрести в силе Фристайл На мотиваре Очень сильно похоже По постановке положения ног Внимание Светофор Ограничение скорости 60 км в час Это очень похоже На атмосферу То есть Вы Каждый раз Ставя новую технику То есть Делая скажем так Удар Вы ставите Ну так Аккорд Аккорд То есть Причем Очень простой Это двухзвучный Аккорд То есть У вас две ноги Значит вы зажимаете Две струны На определенном расстоянии На двух ладах Ну вот на этих линиях Эмбузен Все просто получается Да Вообще это прекрасно То есть Как стойка Это положение Стойка Это положение Да Ну это размещение Линия на эмбузен Струны На удаление Это лады И если вы двигаетесь Быстро То возникает Иллюзия такая То есть Если кто видел Как работает Обучающая программа По нотогренной гитаре Где выставляют Стабулатуры Вы видите Как На струнах Появляются точки На ладах На разных И вот ваше перемещение Можно Как бы Ну такстраполировать Вот в эту картинку Как ваши ноги То На одних струнах Находятся То на других И на ладах На разных Это Вызывает Ощущение Музыки Для тех Кто от этого Недалек То есть Игра на гитаре Вот прямо Хорошее Такие сопоставления И не зря Макевара Камертон Называется Камертон Она ведь Изначально Носит Такое Музыкальное И красивое Название Она и Внешне Похожа На камертон То есть Видели Кто Знает Камертон Это Инструмент Для настройки Музыкальных Инструментов Приспособления Он состоит Из Двух Это Такая Вилочка Вилочка Вот Макевара Камертон Тоже Представляет Такую Вилочку Она вибрирует Камертон Вибрирует И Задает Звук И Макевара Вибрирует Понимаете Это Очень Очень Музыкальный Инструмент И Человек Который Классно Работает На Макеваре Он Уподобляется Музыканту А Вот Это Сравнение Что Работа Ног В линиях Нотенбузен Которые Идут От Макевары Похоже На Постановку Ладов На Перебирание Струн На Постановку Левой Руки На Грифе Делает Вообще Красивым Вот Эту Легорию Так Что Если Кто-то На Макеваре Работает Вы Можете Представить Себя Таким Маэстро Вы Представляете Как Как Играет Мастер На Рояле Или На Гитаре Он Садится На Стул Если У него Фрак Он Откидывает Эти Фалды Фрака Садится На Стул Если Это Гитарист То Наверное Без Фрака То Садится На Стул Ставит Ногу На Специальную Подставку Принимает Правильное Положение Откидывает Вот Как У меня Длинные Волосы Назад Такой Испанский Мач Вот Значит Обнимает Шейку Грифа Левой Рукой Ставит Руку И